Волшебник Гуси-лебеди. Русская сказка. Жили-были мужик да баба, и у них была дочка да сынок маленький. Доченька, говорила мать, мы пойдем на работу, береги братца, не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету, ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, братец не откликнулся. Выбежала она в чисто поле, и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их, бежала-бежала, увидела, стоит печь. Печка-печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает, съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть, в моего батюшке и пшеничные не едятся. Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курей ножке. Об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышкой, говорит ей. Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. Девочка дала ей кашки, мышка и сказала. Паба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается. Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет. А мышка ей опять. Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель поприду. Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает. Девица, придешь ли? Мышка ей отвечает. Приду, бабушка. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала. Гуси, лебеди, летите в погоню. Сестра братца унесла. Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. Речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят, что делать, беда. Стоит яблоня. Яблоня, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями и прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит. Уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют. Того гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня. Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали, покричали. И ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин